друзья всем привет меня зовут юля и вы на канале клубок желаний я вяжу вот такие носки и для каждой пары носков наборный ряд выполняю по-разному в предыдущем уроке мы вместе с вами научились выполнять самый простой классический набор петель в этом уроке хочу вам показать еще один набор петель который выглядит к классический но выполняется немного иначе вот так он выглядит с лицевой стороны так он выглядит с изнаночной стороны набор довольно эластичный хорошо тянется не стягивает край изделия и возвращается в исходное состояние набор считается универсальным и подходит для любых изделий для вязания носков можете взять любые удобные для вас спицы можете вязать на пяти обычных чулочных спицах можете вязать на круговых спицах длинной леской в технике magic loop а можете взять вот такие гибкие спицы как у меня чтобы край изделия не был затянут я обычно наборный ряд выполняю сразу на две спицы как и при классическом наборе петель нам необходимо отмерить хвостик нити необходимой нам длины и укладываем нить на руку таким образом чтобы короткий хвостик нити лежал на большом пальце а рабочая нить которая идет клубку лежала на указательном пальце и хвостики ниток придерживаем оставшимися пальцами вот так у вас должно получиться далее выполняем первую петлю любым удобным способом я выполню ее обвитием просто обвивая нить вокруг спиц далее будем все действия повторять нам необходимо сначала подхватить короткий хвостик нити который идет большому пальцу но не с наружной стороны ладони а изнутри вот так подхватываем ниточку у нас получилась вот такая петля в которую нам нужно протянуть рабочую ней захватываем рабочую нить которая идет к указательному пальцу и вытягиваем ее через образовавшуюся петлю нить большого пальца сбрасываем и ниточки затягиваем у нас получилась вторая петля далее все повторяем подхватываем нить который идет к большому пальцу с внутренней стороны ладони через эту петлю протягиваем рабочую нить подхватываем рабочую нить от указательного пальца протягиваем в петлю нить большого пальца сбрасываем ниточки затягиваем подхватываем нить которая находится с внутренней стороны ладони захватываем рабочую нить который идет к указательному пальцу вытягиваем в образовавшуюся петлю нить большого пальца сбрасываем ниточки затягиваем вот так это выглядит если вы будете набирать немного быстрее я сейчас вам покажу как можно набирать немножко проще если вам так набирать неудобно то набираем петли таким образом подхватываем короткий хвостик нить и также с внутренней части ладони теперь большой палец опускаем вниз у нас получилось вот такая большая петля и через нее теперь легко протягиваем рабочую нить подхватываем рабочую нить которая идет к указательному пальцу и вытягиваем через петлю нить с большого пальца сбрасываем ниточки затягиваем и еще раз подхватили нить которая находится с внутренней стороны ладони опустили большой пальчик вниз подхватили рабочую нить которая идет к указательному пальцу и вытянули рабочую нить так набор этот выполняется гораздо проще и быстрее вот так будет выглядеть если вы будете набирать немножко быстрее но возможно вы видели еще один способ точно такого же набора петель когда нить находится на большом пальце не в таком положении а вот так и тогда рабочую нить подхватываем с внутренней стороны ладони теперь подхватываем нить которая идет к указательному пальцу и точно также протягиваем через образовавшуюся петлю затянули ниточки и нить на большом пальце снова меняем вот на такое положение подхватили нить с внутренней стороны ладони подхватили рабочую нить которая идет от указательного пальца и ниточки затянули у нас получается тот же самый набор но выполнены немножко иначе меняем положение нити подхватываем нить с внутренней части ладони подхватываем рабочую нить затягиваем вот так выглядит этот набор немножечко побыстрее обратите внимание как я меняю положение нити на большом пальце наборный ряд получается совершенно одинаковый но техника исполнения немножко иная я вам показала три техники исполнения этого набора выбирайте любой удобный для вас и более понятны вот так выглядит этот набор петель по лицевой стороне как будто перевиваются две ниточки а по изнаночной стороне мы видим вот такие узелки виде изнаночных петель отличие от классического набора тем что по нижней части наборного ряда перевития ниточек происходит в левую сторону а при классическом наборе петель это перевитие происходит в правую сторону вот и все отличие от классического набора петель для этого носочка мне нужно набрать 60 петель плюс одну петлю для замыкания в круг набираю 61 петлю и вяжу резинку два на два сейчас я наберу 61 петлю и покажу как я замыкаю вязание в круг набрала я необходимое количество петель теперь все количество петель нужно распределить на 4 спицы если вы вяжете на обычных чулочных спицах если вы вяжете на круговых спицах или на таких спицах как у меня то все количество петель распределяем на две спицы и не обязательно что на каждой спице у вас должно быть одинаковое количество петель я люблю когда вижу резинку 2 на 2 чтобы в начале каждой спицы было 2 лицевые петли а в конце каждой спицы было 2 изнаночные петли так мне удобнее и быстрее вязать после того как я свяжу резинку когда перейду на вязание по глинка я перри распределю петли так как мне нужно а сейчас я распределяю петли примерно пополам проверяем чтобы наборный ряд не перевернулся это лицевая сторона наборного ряда это изнаночная сторона одна лишняя петля у нас находится на первой левой спицы мы эту первую петлю снимаем с левой спицы перебрасываем ее на правую спицу а первую петлю с правой спицы немного растягиваем и набрасываем на переснятую петлю хвостики ниток подтягиваем одну петлю мы убавили и у меня сейчас на спицах осталось 60 петель далее я буду вязать резинку 2 на 2 вяжем 2 лицевые петли 2 изнаночные петли я буду носочек вязать классическими петлями если вы любите вязать бабушкиным методом провязывания петель то вяжите бабушкиным методом и так вяжите резинку 2 на 2 той высоты которая вам необходима провязала я резинку и посмотрите как этот наборный ряд держит резинку резинка остается эластичной и очень хорошо тянется в следующем уроке хочу показать вам как выполняется вот такой интересный набор петель он называется крестообразный или болгарский зачем если вы освоили первые два набора петель классический эластичный то вы без проблем выполните крестообразный набор петель